Итак, субтитры Алексею Дубровскому, мы продолжаем играть в ДНО за прекрасную нашу Японию, демократическую. У нас тут полностью контролируется парламент, у нас однопартийное демократическое реформистское государство. Мы демократически имеем 52% по партиям, так что если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы же продолжаем строить нашу новую демократическую Японию. Поехали. Итак, идем мы к лучшему. Закон о промышленном развитии у нас сейчас на рассмотрении, инфляция понижается, увеличивается ВВП. Экономика Японии просто невероятными шагами идет вперед. И у нас начинается еще одна африканская война. Возможно, она все должна была происходить одновременно. Неинтересно, будем ли мы в ней участвовать, пока что нет. Но как бы здесь мы уже очень быстро отвоевали, поэтому наша война здесь закончилась. Если нам предложат там подействовать, то мы и туда будем не против вмешаться. Смотрите-ка, мы можем, значит, легменский залив, не уверен, что это. Здесь, ну давайте все, что можем, отправляем. Крепители, штурмники, мы отправляем. Можем, так, тут куча разных стран. Тут, я так понимаю, да, альянсы. Добровольцев мы-то не можем отправлять. Вопрос, мы-то можем как-то поменять или нет. Более крупная партия. Вот это нам, наверное, нужно будет сделать. Провку нефти тоже. Нужно Гвенийский залив. Гвенийский залив в краске вот это вот чудо. Соответственно, что мы хотим защитить? Наверное, давайте поищем самую такую, более-менее боевую страну здесь. Страна здесь, это вот эти камерудское и африканское государство. Давайте им и будем засылать. Хотя, в принципе... А, мы можем только по одному, да, отправлять, так или иначе. И туда будем засылать побольше. Преимущество сферы делаем, там, самолеты, флот, все, что угодно. Сылаем максимально. Далее, улучшенный опыт шасси. Это ОБТ и шасси Спарт. Не очень я уверен, что это. Но ОБТ, очевидно, это танк. Если сравнивать, мы можем его, соответственно, сравнить с обычным, наверное. У нас какие-то уникальные технологии, не знаю. И, как бы, это примерно то же самое. Это буквально то же самое. Смысл его делать, оно стоит точно так же. И еще шасси Спарт. Он тоже то же самое. И смысл. Я, если честно, не вижу. Вот так, либерализация набирает скорость. Прекрасно, император, все лучше и лучше. А у нас мнение. И да, мы действительно, наша экономика гигантский оборот набирает. И вот они. Сладкий вкус реформ. Прекрасно. Смотрите-ка, политические реформы. Ой-ой, прекрасно. Реформ армии все так же было. На самом деле здесь ничего не происходит практически. Через 35 дней будет уже нас вот этот вот. Маневры какие-то. У нас уже армия стала профессиональной. Не знаю, спританская дисциплина. Мы может успеем, может не успеем. Но видите, еще появились программы развития. И мы можем тратить политику на кучу всяких интересных вещей. Давайте начинать. Итак, изменение бедности. Субсидия по безработице звучит как неплохое начинание. Что безработица у нас большая. И с ней действительно нужно бороться. Дальше. По программам развития мы тоже что-то можем делать. Эти выглядят самыми интересными, наверное. Мы тоже выбираем. Начинаем с инфраструктуры бедности. Будет убивать. В смысле мы будем убирать. Наши бедность дал. Хотя я вижу, что можем просто спокойно понажимать. Все, что ли. У нас денег хватает. Это миллиарды для нас. Это копейки. С нашим бесконечным долгом. Давайте развивать все программы. Тут еще написано 5%. Я так понимаю, мы тратим влияние нашей партии. Да, так и есть. Но для нас это нормально. Мы моментально можем его, если что, возвращать обратно. Ну и плюс, все, что не тратит влияние. Перепроверяем. 144. Да, это не тратит. Пойм нажимаем. Развиваем Японию по полной. Будем планировать рождественское наступление. А. Это что ли вот здесь? Понимаю. Ну ничего, мы там надавали сил. Конечно, мы пока что выглянем так себе. Мы не можем пролить добровольцев. И как только сможем, мы это соло выиграем, конечно. Да, западная африканская война еще дальше обостряется. Все еще. А, наши конвои преследуются. Нам, видимо, заблокировали эти американцы что-то. Ничего, мы сейчас дальше сможем. Можем сейчас смотреть, чего им не хватает. Видите, здесь им больше не хватает. Давайте отправим. Нигеру, так сказать, побольше снаряжения. Ну и будем засылать, засылать туда. В общем, там много чего есть. Я думаю, именно снаряжение в первую очередь стоит. Потому что, мне кажется, пехотки там будет не хватать. Если все окей, то мы в теории, ну, вроде как мы пока что побеждаем. В решениях, по крайней мере, здесь все так, сомнительно. Только одна проект принят. Прекрасно. Вопрос заебаться решается еще лучше. Стабильность повышается. Рост вопп, инфляция. Все как надо. Все отлично. Итак, от нас требуется все еще больше. Что мы засели? Ничего, ничего. Мы... У нас, единственное, смелее. Понял, вот студенты будут бухтеть на нас. Судя по всему. Меня пугает то, что вот здесь вот есть выбор получить большие бафы, либо меньшие бафы. Но, наверное, там дальше немножко по-другому. Так или иначе. Так или иначе. Я хотел бы это взять, но у нас есть вот эти вещи, которые выглядят не очень интересными, неприятными. Но я чувствую, что именно их нам и стоит первыми брать. Итак, идея умиротворения масс фальшь. Ну, попробуем, по крайней мере. Мы точно попробуем. И он становится смелее. Ну, давайте начнем, наверное, справа. Вот эти вот. Хотя, в принципе, дебаф это нормально. Первее окей. Итак, Африканская война еще раз обостряется. Что именно происходит, непонятно. Должно быть новое решение, но мы все еще строим порты и ждем. Ориентация камерунских судов. Мы можем начать. Начинаем, конечно. Можно также увеличить эмурот еще больше с бедностью бороться. Я думаю, это супер важно нам сейчас сделать. Здесь на все деньги у нас есть на все голоса. Сделает. Так, молодежь там начинает. Прогресса пролито, ясно. Там, по-моему, студент этики бунтуют. Но ничего, ничего. Мы тут справимся. Теперь можно взять там военно-морской оперативную группу. Мы получили порт, видимо. Собрались будет первое ядерное оружие. Звучит опасно. Так, давайте договоримся с ним. Да. То есть начнется какое-то наступление. Что он дает? Непонятно. Везде написано 0%. Мы, по-моему, что-то делаем. Но, понятно, кто защищает. Пока что ОСН побеждает там. Но мы ничего и не можем. Каждую кнопку, что я могу нажимать, я нажимаю. Как бы пока что ничего не происходит. Говорится, заброльца я все что-то не могу отправить. Так что, увы. Пытаемся, пытаемся усилить еще и морское что-то там. Опять в их сторону польза. Но мы засылаем туда снаряжение. Что я могу сказать. Тут ребятам не сильно хватает. Периодически всем засылаем. Давайте-ка теперь пенсионную защиту. Также дальше продолжаем бороться с бедностью. Очень хорошо. Бедные... В смысле, бедные пропадают. Да. Думаю, скоро мы полностью избавимся от всех бедных. Итак. Опять выбор. Переговоры либо нет. Ну, переговоры, переговоры. Хотя вот это интереснее. Держать их под наблюдениями. Я очень не понимаю, почему применение силы это переговоры с радикалами. Но я хочу в переговоры с радикалами, да. Теперь будем недовольство консерваторов. А, смотрите-ка. Можем теперь с американскими... Американские базы как-то воздействовать. Давайте данными о американских базах навести нужные цели. Развать оружие при ценном. Все, делаем. Теперь можем прямое вмешательство делать. Отправлять добровольцев туда. Наконец-таки. Наконец-таки. Еще можем разрешить бомбардировки. Собственно говоря, почему бы и нет. Больше-то это, видите, тратят только баночки. И мы можем отправить только в одну страну. Да. Сюда. И двоих. От одного добровольца страна. Иногда... Одного. И ни одного самолета. Это грустно, но нормально. Хватит у нас тут танки есть. Которые я сформировал. Давайте попробуем их в бою. Они вроде бы очень хороши. Я могу понравиться. Я могу их их гарнизону. Теперь саботируем промышленные центры. Будем бить, бить и снова бить. Хотя видите, здесь уже становится опасно. Но нас сейчас прибудут. Я думаю, изменят ситуацию. Тем более, что можно отправить две дивизии. Мы их отправили. Так, первая очередная наша задача, конечно же, разобраться с Йору Балендом. Так, возможно, прав. Это что такое? В общем, видимо, он нам поугрожал, чтобы мы на протест не отвечали. Но тут мы его будем слушать. Вот видите, есть экономика в прекрасном состоянии. Звучит очень странно. Фокус. Но он есть везде. Ладно, допустим, что у нас она в прекрасном состоянии. Давайте пойдем все-таки возьмем экономический фокус. Потому что они выглядят очень приятно. Все-таки здесь плюс процентов рост ВП. Но с рост ВП гигантский 7%. Дефицит в минусе, потому что я налоги снизил. Но ВВП просто гигантскими шагами растет. Надо продолжать эту тенденцию. В экономике, да. Мы пытаемся гнать Америку, но, конечно, это сложновато. А Германия, смотрите-ка, Шпирт делает чудеса и догоняет нас. Нам нужно срочно темпы наваливать. Ну да, на шланг я себя приятно показывают. Это полностью ночь была. А через речь кусты будут похуже. Смотрите-ка, броня на 78. Да, броня на 78. Есть проблемы с американскими дивизиями. Они нас пробивают. Но это я могу лишь попробовать увеличить броню своих танков. И я так и сделаю. Так иначе у нас уже очень скоро будут новые БТР и новые танки в 70-х годах. То есть мы с опережением жестким. Я думаю, мы очень неплохо усилимся в тот момент. У нас также есть экспериментальная винтовая подвеска. Продают тоже броню. Озвучит старанно. Но я такие танки, я помню, да, в истории пробовали что-то такое делать. Тут еще низкая надежность. Мы, наверное, это улучшим. И в принципе у нас все на этом моменте будет хорошо станки. Так или иначе, если с американцами проблемей, то понятно с этими ребятами вообще. Ну даже с американцами в целом их на самом деле нету. Они такие. Только то, что у нас щитка нету. Мы там через речку атаковали в джунглях, поэтому и были такие. Не самые приятные условия. Но сюда, да, визи расплавляются. Нам урода не наносят. Американцев сейчас окружим и тоже уничтожим. Проблем не будет. У нас еще есть план по расширению. Мы делаем язерный реактор. Делаем, конечно. И если планы все, вот эти программы, друзья, как понимаете, они повторяются, кроме желтых, видимо. Вот эти надо все добить. Давайте-ка реформу образования тоже делаем. Потом под контролем, что здесь все было. Прятки здесь, в принципе, все окей. Но надо большинство еще побольше. Ну, чтобы уверенное такое было. И после этого будем просто в политку сливать всякие такие вот повторяющиеся решения, которые тоже дают нам ВВП. Так, 5 военных соцепетников, 5 вооруженные материи. И прекращаем душить здесь американцев. И вот мы перешли на новые танки, новые БТР. И у нас серебряная 128 в бумаге. Конечно, пока все это дойдет в дивизии, пройдет время, но это точно нельзя будет никак пробить. Даже по идее с каким-то там ПТО. 103. Да. Прекрасно, прекрасно. Вот этого мы и добивались. И у нас тут параллельно происходит вот здесь вот фокусы. От статуса либо подавления активности. Я параллельно делаю то и то. То есть, идем мы на переговоры. И это либо подавляем и боремся с ним. Ну, нет, ката к столу. Да, да. Нужно пытаться все еще нормально как-то разобраться. Здесь наша левитинасть. Ну, это правда, что мы же сами либералы. Как-то так. Мы пойдем и откажемся от либеральных идей. Вот правильно делаем все конца. Я так понимаю, это краски вот эти высокоскоростные дорожные железные дороги. Ну, и здесь мы нашими танками просто разрываем здесь все. В 85 брони уже, да, значения брони уже хорошо подросли. По идее, американцы нас частично пробивают. Скоро будут вообще не пробивать. Так, кто будет следователем? Местерство внутренних дел, либо военные? Нет, конечно, внутренние дела. Военным следовать лишнюю власть. Смотрите-ка, великий заговор. Происходят слухи про великий заговор. Там где-то что-то против нас. Не знаю, секретная армия. Слушайте, она, конечно, может секретная, но мы же видим модификатор. Такаге. Смотри, у них вон модификатор секретной армии. Эти ребята явно что-то задумали. Да, или был жив, планировал сопротивление в Китае. Смотрели все метки. Может, много способов было выбраться. Жив. Так грустно, но... Что-нибудь еще, мы будем разбираться. Так, следовательное отношение полщинцев. Да, стоит. Ну, смотрите, какое-то гигантское расследование. Китая до Соединенных Штатов. Сучит как отвратительная механика. Ну, попробуем в ней победить. Ну, и здесь мы очень легко их вайпим. Мы их просто оверраним. У нас скорость достаточно хорошая. Если, ну, какие-то приколы с вот этими понятными. И куча дивидий просто отступают, и мы их успеваем есть. Неужели все реконструктивно покинули Китай? Ну, что-то мы там находим, что-то не находим, что-то вон уже собрали. Не знаю. Я не очень уверен, что мне надо сделать, чтобы этой механики победить. Но мы пробуем победить. У нас есть вариант полностью децентрализоваться и жестко-жестко. В общем-то, поднять экономику звучит опасно. Но, в общем, кто не рискует, тот не делает экономику благоприятной для бизнеса. А мы рискуем, мы ее делаем. Ну, так, у нас тут предыстория. У нас тут, в общем-то, американцы сдайли, сбежали. Возможно, он вернулся. Возможно, можем следовать местокрушения, либо предупредить американские подразделения. Ага, звучит это странно. Ну, давайте попробуем вот это сделать. Но, то, что исследовать еще раз, я не вижу смысла. Но, американцы же вряд ли захотят с нами поделиться. У нас там какие-то шпионы есть. Типа, наши шпионы будут что-то, видимо, узнавать. Но это звучит тоже сомнительно. Ну, скоро узнаем. А Майлз никогда не покидал Китай. Ли. Надеюсь, это что-то важное. Мы получили еще доказательства. Тунь-Тунь аж какого-то. Правда, приждет свободная торговля. Звучит опасно. Но, я думаю, мы к этому готовы. У нас хорошая база. Здесь вот она за кварталели как раз-таки висит. Я вот это вот не видел. То есть, Али-Зар минус 2. А, нет. Ну, у нас все равно он будет расти. Но, очень опасно. Мы еще какие-то получили доказательства. Видимо, к следующему. Все, мы собрали-собрали. Еще не так много осталось. И завели в тупик. Что-то не так. Что-то не так. Так, тропак импейт тайм. Еще одни доказательства получили. Осталось немного. Так, рекомендуем сохранить игру. Присыпать к этой опции. Зацепка звучит интересно. Здесь отношения я дал бабке операторской армии. У нас с ними не очень хорошее отношение. Но просто хорошее как будто. Давайте бабки, наверное, сюда вложим в это. А, мы не можем сейчас, да? Да. Ну что, армия давайте, наверное. И, а я? Татарская армия, Япония, я полагаю. Проспробуем. Надеемся, что все будет окей. Если бы мы только знали, что там нужно будут хорошие отношения. И что там надо... Ну, желательно, я так понимаю, чтобы паранойи много не было. Паранойи вырастет уверенно. Уверенно. Мы можем сказать, либо продолжать. Я думаю, надо продолжать. Ага, и я тут смотрю, в общем-то... Тут еще ивентик. Помните, мы тут армию подготавливали. И оказывается, что нам нужно было еще делать вот это и подготовку. При этом поменять их можно только через фокусы. То есть, получается, нам в этом не сказали, но надо было. Нам получается пойти вот сюда, в первую очередь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот эти семь фокусов взять вместо, я так понимаю, вот этих, допустим, фокусов. Слушай, я не в том порядке их начал делать. Увы, у меня вот такая вот хуйня. Увы, я тогда просто их сделаю там. Поэтому вот реальность, в которой мы на самом деле будем. Япония готова, конечно, готова. Ой, если бы они только говорили, что именно они хотят, чтобы я сделал в своих этих прекрасных механиков, было бы неплохо. Ну и давайте еще раз теперь пробуем победить в эти механики. Вы можете видеть, я наулучшал тут успел отношения. С5 флот, 90 армия. Хочем начнем с армией, но если 10-90 не хватает, то это нужно совсем уже будет смешно, конечно. Больше я, увы, не успею выкачать, конечно. Потому что... Не дают, или дают, я не очень понимаю. Подлечитать, слишком много текста. Признаки коррупции есть. Так, вот там арестовали. Давайте тонкий подход, либо сломать. Давайте тонкий подход, поищем. Так, а эта история, что... Короче, это фейк. Видимо, или что. О, не очень понимаю. Но предрагодали больше не преследует. Ну... Да, короче говоря, он мертв. Все, миф разведует. Наверное. Мы успешно справились с кризисом. Формирование Коминтерна. Советские, ага. Радаются в России и всякие страны. Ну, удачи им, но я знаю, что дальше они не выйдут. Ну, и параллельно с теми хорошими наставлениями. У нас еще и здесь хорошие новости. Мы, по-моему, очень скоро закончим эту войну. Так, влеча у нас теперь кризис на Нанкине уже. Там ребята злятся, что мы в их экономику вмешивались. Увы. И все, вот танки заходят в последние провинции. И на этом эта гигантская война закончится. Победа фронта в Западной Африке. Перелизм снова подтвержден прекрасно. И армия, как раз таки, вот момент, получает паратонскую дисциплину. Шикарно. Теревая связь. Понятия, о чем я. Я не смотрю, здесь 20 поддержки палаты ПР-ов идет. Вы не можете сказать, что вас не привыкли. У вас был год рассказ, я потерял шанс на исправление. Понятия, не имея, о чем они, блядь. Будем качать. Готовиться. Говорит, с кого предупредили ключ от, а я понятия не имею, о чем они. Ходинску на проекте приняли. Рост ВП будет повышен на 1%. Меньше. С трудовых отношений. Понимаю, о чем это. У нас все в отношении отличные. Рабочие работают и зарабатывают нам деньги. И да, ВП растет на 8,2 в год. Ой-ой-ой. Смотрите, какими шагами мы резко рвемся к топу. Я думаю, очень скоро мы перебьем Америку. С такими темпами просто. И Германия хочет с нами разрядку отношений. Ага. Что-то двинули в сторону, допустим. Что-то так у нас рабочие стали еще эффективнее. Он сбежит на помощь. Но это я сейчас про политический фокус. Вот это вот. Куча текста. Ничего отдельного. И да, экономика у нас уже 10.4. Я снизил налоги. И смотрите-ка, да, инфраструктура влияет. Еще питаемые провинции. Я очень понимаю, это видимо про электросеть. Видимо их надо везде построить. Должен сказать. Не понимаю, почему у нас идет расход нефти. Потому что, ну, фактически у нас же нигде, никакие здания не требуют именно нефть. То есть это, не знаю, это тоже вроде нет. Это энергопотребление здесь тоже. Нет, здесь есть употребление урана. Но это другой уже вопрос. Урана у нас более-менее достаточно. То есть, ну, да, но платится не ясно. На какое-то производство как будто тоже нет. Смотрите-ка, на Ямайке наши какие-то союзники, друзья. Интересно. Да, Ямайские кризисы, так называемый. Зачем здесь гонду раз на картинке. Допустим. Окей, давайте начнем. Вот, можно смотреть-ка. Нужно рвение. Говори, чем больше рвение, тем для нас, видимо, лучше. Рвение будет расти. И с насилием их будет сложнее подавлять. Окей. Просто нажимаем все кнопки, собственно говоря. Ну, еще повышение административной эффективности. Тоже прекрасно. Как понимаю, нацисты изобрели интернет. В примере, изобретают. Так, Германия-Япония сближается. Новая ось. Германия-Токио. Я не против был бы. Итак, мы тут делаем реформу в области Евгеники. Не знаю, зачем какую, но делаем. Надеюсь, она даст бафы. Ну и принимаем все законы, как обычно, без вообще каких-либо проблем. И традиционные права на женщины на заводах. Ага, я понял, про что это. Образованность квалификации рабочих в плюс. Благоблагаемость в ленте в плюс. В общем-то, вроде как плохой закон. Ну и переходим к колониальным реформам. Развиваем. Теперь наши колонии. Повышаем там ВВП. Тут инфраструктуру всякую строим. Наш рост ВП тоже будем повышать. В общем, полезные вещи. Смотрение бедности. Смотрите-ка, минус 0,4. Аж растет. 23% всего бедности. Будет еще меньше. Мы очень успешно работаем над этим. Аксориция-ка, начали досматривать наши грузы. Вмешивание населения, ничего-ничего. Мы все равно здесь очень плохо работаем. Аксориция-ка, там кто-то, да, они в отставку. Кто-либо все мы... Да, мы победили, видимо. Правда переворотом на Ямайке, отлично. А вот и лучшее промышленное оборудование подъехало. Смотрите-ка, начинаем решение с Германии. Друг с другом отменить тарифы. Ага. Мы тут с Германией обговариваем, как раз, снять тарифов. И мы их снимаем. Они предложили нам не снимать все, но мы все-таки отказались от этого. И они теперь хотят, так сказать, японские инвестиции. Это очень интересно. Тут надо понимать, что больше, но не сильно намного. То есть, как бы тут все зависит от того, как разработчики все придумали. Да, американскую мы очень скоро, я думаю, догоним. Мы точно захотели каждое судно проверять, но ладно. И хотят, чтобы мы их не осматривали. Но нет, нет. Мы все-таки свердержрава. Германия, понятное дело, тоже как бы свердержрава. И как бы мы с ней имеем такие неплохие отношения, как бы. Но я думаю, все равно проверки стоят. Мы все еще должны думать изначально о нашей стране и о нашей безопасности. Они хотят с обменом технологиями. Давайте попробуем. Они хотят от нас получить военно-морские и воздушные технологии. А вот это не дают нам какую-то бронирование, так понимают, бронетехника. Наверное, если было как бы армора и пережить как бронирование, это танки. Давайте, давайте, примем компромисс. Слушайте, вот сотрудничество с Германией звучит неплохо, но военно-морской флот, я думаю, мы все-таки не должны давать. Слушайте говоря, из-за тельских объектов, которые улучшились прекрасно. И в Италии теракт произошел. Дают им демократию, они как поставят. А, кстати, распалась в Бургунде. А? А, кто-то здесь пошло не по плану, видимо. И еще какая-то война, теперь в Мозамбике. И мы, как раз, поддерживаем вот эту вот нижнюю часть. Она здесь не переведена. Но в целом, эффектов из того, что здесь примерно написано, можно нормально понять. Бомбардировки отправляем, приправляем туда винтовки, отправляем советников. Комиссарную помощь, наверное, не стоит сразу. И диверсионные действия, да. Добро пожаловать, мы можем тут отправиться. Да, ну что ж, на этом война, как говорится, сейчас и закончится. Но Германия вторгается в Бургундию. Что было ожидаемо. Ну и да, просто видите, они реально испаряются, буквально. Вы здесь дивидии. Да, наша спецура, конечно, имеет фигуанский стат, а это ему еще и без 70% планирования. Если его набрать, то я думаю, там вообще будет какой-то ужас. Германия захватила Бургундию, но территория Франции, которая до этого захватила Бургундию, Франции, возвращать не собирается. Ну, кто им, кто сделает. Мне хочется посмотреть просто на наши статы. Господи, тысячи... Это ночью. На день мы не успели видеть, увы. Просто, ну... Это нечто, это нечто. Давайте вот так. Но мы в защите, в защите планинга нету, Господи. Опять не дают нам посмотреть. Ну-ка. Не знаю, что это еще. Ну, короче, чисто танк. Чисто морский, морская пеха. Вот у нас как танк. Ну и в злобике мы победили достаточно быстро. И, наконец-таки, Япония выходит на первое место по экономике. Мы смогли повезти Америку. Все говорят, скоро Германия сможет повезти Америку. Я думаю, это скорее потому, что в Германии тоже гигантские темпы роста, наверное. А Америки средненькие. Я думаю, это можно как раз подзакончить серию. Мы доразвивали наши колонии. Была захватывающая страна в нашу сферу влияния. Конечно же, мы просто помогали демократическим правительствам победить. Наши демократические танки им помогали. Ну и практически полностью избавились от бедных. Бедность у нас умрет. Ну, точнее, мы избавимся от бедности. Бедных больше не будет. С вами был TopGuy. Обязательно подписывайтесь, если ваши другие подписаны. Лайк, комментарий, то есть крут, пустите. Все, как обычно. И до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok